Пойду заниматься дальше делами. Сегодня я обещала выложить в сообществе ВКонтакте свои эксклюзивные видео, которые будут только там. Сообщество Лена Лето Елена Желанкина- Елена Желанкина. Подписывайтесь на сообщество моё такое ВКонтакте Лена Лето латинскими- Елена Желанкина. И будете смотреть то, что никто не увидит. Только вы, мои подписчики этого сообщества. Это платная подписка, чтобы смотреть мои видео. Если не можете на платную подписку подписаться, сделайте мне добрую услугу. Хотя бы просто подпишитесь, чтобы создать сообщество с большим количеством людей. И чтобы у меня получилось выйти на кнопочку донат. Чтобы я могла на песенке зарабатывать. Как некоторые говорят, Елена работай. Вот блогерство это и есть работа, ребят. Вот не каждый же может посвящать себя людям 24 часа в сутки. Но поэтому у каждого своё предназначение какое-то в жизни. Вот у меня может быть сейчас такое предназначение. Вот служить людям, всем, чем я могу. Вот. Но, как говорится, нужна мне помощь в этой ситуации. Именно вот на песню мне нужны деньги. Поэтому я обратилась к людям. И поэтому всякая возможность, которая есть, появляется для заработка, она хороша. Эта возможность тем, что можно, действительно, занимаясь делом, заработать деньги. Не попрошайничеством, просто заниматься, как некто рассказал, Лена, вы попрошайка. Да я никогда ей не была. Я стеснялась вообще о помощи попросить. Всё сломалось, всё сломалось. Вот. А сейчас, ну, просто такая безвыходная ситуация, что иначе просто песни останутся в квартире моей, просто, в которой я буду играть на пианино. Никто их не услышит. Вот так вот. А мне бы хотелось, чтобы их услышали все. А для этого их надо, конечно, записать в студию, эти песни, чтобы они красиво звучали. Вот. Ну что, всем хорошего дня и радости от любой погоды. Весна, оживление всей жизни идёт. Каждая веточка сейчас напитывается влагой, водой. Каждая травиночка. Земля напитывается, пропитывается. Каждый кустик. И, в общем-то, скоро-скоро появятся первые листочки. Это прямо вот таинство природы. Каждый год оно повторяется. Действительно, как из небытия бьётся жизнь. Как будто бы умерли же деревья, да? Чёрные ветки, всё такое, тёмное, чёрное, безжизненное, будто кажется, зимой, покрытое снегом. И вдруг вот такая жизнь. Хотя я бы зимой показывала, что в почках творится зимой, что они зелёные всё равно внутри. Вот это потрясает, действительно, зелень среди зимы. Жизнь среди, казалось бы, невозможности жить. Вот эти вьюги, метели, вот это вот прямо обледенение веток, а там внутри зелёненькие, зелёненькие, маленькие такие росточки такие. Это удивительно. Не росточки, а листочки свёрнутые, вот эти вот в почках. накрепко так запечатанные до тепла, до весны. И вы представляете, не распускаются же они зимой, что поразительно. Зимой же бывает оттепель, бывает потепление внезапное. И бывает такая погода, как будто весна. Но почки не просыпаются, они спят. Природа так мудрая, такая заложена чувствительность в них, такая программа заложена, что свёл свой срок. И порой люди торопят события, а вы посмотрите на природу, как она мудро устроена, значит же и мы, и наши законы так действуют человеческие, что не надо торопить события. Они происходят, эти события, в своё время. Как вот некоторые выходят замуж, торопя их, понимаете, говорят, ой, все подружки вышли замуж. Как вот раньше было, 20 лет, надо выйти замуж. Прямо программа общественная такая была. Все девочки вышли замуж. Мама говорила, Лена, не торопись. Папа говорил, Леночка, туда бы попасть, да там бы не пропасть. Замуж бы попасть, папочка, мы говорим, да замужем бы не пропасть. Какие мудрые у меня родители, да? И они меня, в общем, так вот, не советовали мне торопиться. Мама говорила, погуляй ещё, молоденькая ещё. Папа говорил, поживи, доча, для себя. И вот я действительно, благодарна родителям, пожила для себя, и в своё время вышла замуж, вот, и родила детей, и всё, я считаю, что ничего не поздно, как некоторые, ай, поздно замуж вышла, ой, там, или рано замуж вышла. Вы знаете, всё, каждого в своё время случается, когда оно должно случиться. Кто-то взял и не пошёл дальше учиться, просто вот девушка вышла замуж, родила детей, и вот её счастье. А другая, вот для неё учёба, счастье, ей надо сделать карьеру, познать, что она может в этой жизни, что она может отдать. Поэтому все мы разные. Вот моя одноклассница, она сидела со мной за партой, она мечтала о ляльке, чтобы у неё ребёночек родился. Прямо, вот, в школу закончу, сразу замуж, и ребёночка выражать буду. Вот она родила, она такая добрая, она такая мамочка. Вот для неё семья, это счастье. Она с мамой росла, и она мечтала, вот у неё мальчик Юра был, и вот она за него замуж вышла, родила деток от него рано. Вот её счастье было. Это семья. То есть у неё папа или умер, или ушёл, я вот не знаю, из семьи. И вот она вот мечтала о такой полной семье, чтобы в доме был мужчина, чтоб детки были, чтоб она была одна у мамы, она хотела, чтоб у неё семья большая была, деток много было. И никого нельзя судить, никого. Люди судят со своих колокольм. У каждого ребят своя судьба, своя планита. Вот. Нельзя понять этот замысел, я говорю, нельзя его так настолько вополочком разложить. Всё в руках Господа, всё в руках Божьих. Всё только в руках Божьих. Да. Я в этом уверена на все 100%. Даже не сомневаюсь, прожив эту жизнь, что всё в руках Божьих. Доброго утра всем. Кто ещё спит, спите, а кто пробудился, пробуждайтесь для новых дел. Не теряйте времени, сажайте росточки, семена. Сейчас самое время посадить зёрнышко в землю. Посадить вот чесночок. У вас вырастут вот чесночные такие стрелочки. Вы можете прямо грядку на окне посадить, да, в ящичек. И будете срезать петрушку, укроп. Можете посеять. И у вас появится это всё в доме. Да, своя зелень. Я уже сажала так, сеяла. Здорово. Идёшь на балкончик, веточку раз укропчика, веточку петрушечки в салатик. Замечательно. Всем рекомендую, надо само это сделать, посеять. Я перед домом сеяла и чеснок, и сельдерей. Ой, что я только не сеяла. И потом смотрю, вот как-то появляется где-то, да, вот так вот. Ну, это же, конечно, нужно было. Плодородная почва нужна была. Вот. Там песок был. И много семян пропало у меня. Это был первый мой опыт. Сажала я первый раз это всё. Мне хотелось, чтобы прямо зелёная лужайка была, потому что она мёртвая была, безжизненная. Ну, в общем-то, я добилась вот этой зелени на том лужке, который я вам всё время показываю, где мы с мамочкой деревья сажали. Вот. Так что сажайте цветы, сажайте деревья, будет вам радость. Деточек своих берите, показывайте, как вы это делаете, почитайте в интернете что-то, посмотрите видео и вперёд. Ну, вот берите с меня пример кто-то. Скушались этот фрукт, взяли семечку, для интереса посадили, да? Взяли вот яблочко, съели, взяли с ребёнком вёрнышко, яблочко, землю воткнули, поливайте. И ребёночек у вас будет смотреть, как это семечко будет прорастать. У него будет любознательность у ребёночка развиваться, интерес такой, вот понимаете, ну, как сказать, деятельный такой в жизни, да? Он не будет скучающим ребёнком у вас таким пассивным, с открытым ртом и за компьютером сидящим. Он у вас будет ребёнком таким здареглядящим, понимаете? Вот, у него будет какая-то осмысленность, он будет вставать утром и бежать к своему этому маленькому росточку и будет видеть, как он прямо на глазах растёт. Вот видите, посадила вчера бочком, надо ровненько посадить. Вот, чесночок, вот, 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 и буду наблюдать. Вот, воткнула земельку и буду за ними наблюдать. Вот они ровненько сейчас я их раз так, да, вчера, это я вчера вот увидела, дай-ка, дай-ка же я посажу. Вот, и вот, беру от чеснока, вот у нас курика осталась. Вот, так что давайте, в общем, всё, я убегаю заниматься делами. После 12 сегодня заходите в моё сообщество ВКонтакте, подписывайтесь на него, оформляйте платную подписку, вот, и смотрите мои эксклюзивные видео. Если вы не оформите платную подписку, то эксклюзивные видео будут вам недоступны мои. Вот, буду вас радовать. Всего доброго, прекрасного дня, прекрасного настроения, хороших, добрых людей вам на встречу. И вас, лет глядящих, и за вашей спиной мивоящих. Это вам моё пожелание, лично от меня, от Лены Лето, из интернета, от Леночки Желанкиной, город Брянск.